Дорога во взрослую жизнь. Кумар Аксакалов встретился с детьми, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которые в этом году заканчивают школу. Какие подарки получили выпускники от главы региона? Махинации с выплатой субсидий, дисциплинарные дела в отношении специалистов отделов сельского хозяйства в ряде районов области рассмотрели на совете по этике. Самое интересное о малой родине. В рамках проекта Туганжер школьники и преподаватели отправились в экспедицию по Североказахстанской области. Сельхозтоваропроизводители Североказахстанской области засеяли почти 490 тысяч тонн семян. В два раза больше будет использовано удобрение 93 тысячи тонн. Мероприятиями против заражения зерновых на севере Казахстана будет охвачено 770 тысяч гектаров, 517 из которых обработают за счет республиканского бюджета. Большое внимание в регионе уделяют поручению президента по диверсификации земель, отметил Аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов. На 39% увеличена площадь масличных. В этом году они занимают 712 тысяч гектаров. Весь урожай переработают на отечественных заводах и отправят на экспорт. В два с половиной раза до 200 тысяч гектаров увеличили посевы чечевицы. А еще аграрии региона впервые взялись за выращивание сои. Такие изменения позволят сделать работу на земле финансово выгоднее для сельчан, отметил Кумар Аксакалов. Диверсификацию посевов провели во всех регионах. Площади востребованных культур в этом году увеличили на 1 миллион 348 тысяч гектаров. Увеличение в разрезе культур следующее. Масляничные на 342 тысячи гектаров, чечевица, горох, нут и другие зернобобовые на 209 тысяч гектаров, кормовые на 555 тысяч гектаров, ячмень, овес, рожь и другие зернофуражные на 235 тысяч гектаров, сахарная свекла на 7 тысяч гектаров или в полтора раза. Площадь чечевицы увеличилась со 105 тысяч гектаров до 295 тысяч гектаров. При этом только в Североказахстанской области ее площади увеличились в 2,5 раза с 78 тысяч гектаров до 196 тысяч гектаров. Это позволит Казахстану занять пятое место в мире по ее посевам и четвертое место по экспорту. По диверсификации поручение главы государства, как видимо из докладов, выполняется. Очень хороший положительный опыт мы сейчас слышали от Акима Североказахстанской области. В поездках в регионы сельхозтоваропроизводители говорили об увеличении минеральных удобрений. Мы отдельно этот вопрос рассматривали в рамках наших программ. И мы видим сегодня, что наши производители, заводы Мангастау, Ахтау и Тарази, они практически работают с колес. И Женикс Махмудович, надо будет оказаться действием с тем, чтобы в полном объеме мы могли доставить, произвести и доставить минеральное удобрение до нашего сельхозтоваропроизводителя. Более 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заканчивают в этом году учебные заведения. С выпускниками встретился глава региона Кумар Аксакалов. Он вручил им премии и пожелал успешно сдать экзамены. О чем ученики говорили с Акимом области, расскажет Кристина Горбаченко. Более 60 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, выпускники школ и колледжей Северного Казахстана. Сегодня они пришли на встречу с главой региона. С этого года профессионально-техническое образование в стране станет бесплатным, а потому у вчерашних школьников есть возможность получить профессии, востребованные на рынке труда. По словам Кумара Аксакалова, сегодня не обязательно быть юристами или экономистами. Гораздо больше ценятся сейчас рабочие руки. Хорошие специалисты, будь это сварщик, будь это токарь, будь это водитель, врач, медсестра, они всегда в цене. Не надо быть всем экономистами, юристами, финансистами. Руслан Ахметов в этом году заканчивает машиностроительный колледж. В конце июня получит диплом. Он уже знает, где будет работать. Первый свой опыт мы получили в учебных цехах нашего колледжа, на новейшем оборудовании. На втором-третьем курсе уже проходим практику на заводах. Я, к примеру, уже два года подряд прохожу практику на ООП и ЗТМ. Хорошая добросовестная работа, оплачивается. Поэтому у меня есть стимул к самосовершенствованию в своем деле. Ребята рассказывают о себе. Александра Семченко заканчивает среднюю школу номер 40. Как и многие ее друзья, планируют поступить в Северо-Казахстанский государственный университет имени Монаша Козыбаева. Связать жизнь со спортом. С 2009 года я занимаюсь плаванием, летним президентским многоборьем и легкой атлетикой. У меня есть достижения на городских олимпиадах и спортивных мероприятиях. Я неоднократная чемпионка нашей области и республики Казахстан. Это правильный выбор. Поддерживает Александру глава региона. Быть здоровым сейчас стремятся многие молодые люди. А для занятий спортом у нас в области создаются хорошие условия. Работодатели будут с вас требовать работы подолгу. Там надо быть физически здоровым. Если вы будете уходить раз в месяц на больничный, то работодатель скажет, слушай, мне такой работник не нужен. Надо заниматься спортом. Дальнейшее образование, профессиональный и личностный рост, здоровый образ жизни и культурное развитие. Тем для общения в неформальной обстановке много. Одна из них – проведение в Астане международной выставки Экспо. Кумар Аксакалов посоветовал выпускникам обязательно посетить яркое событие года и познакомиться с передовыми разработками энергии будущего. Это не только красивые сооружения, но и прежде всего, чтобы приехали гости, чтобы мы показали себя и чтобы привлечь инвестиции. Мы тоже ждем, что к нам тоже приедут гости благодаря Экспо. Увидят наши края, пообщаются с людьми, которые живут на этой территории, узнают по-другому Казахстан, захотят здесь приобрести что-то, открыть бизнес и так далее, и так далее. Вот главная задача Экспо. Не обошлась встреча и без подарков. Кумар Аксакалов вручил каждому выпускнику премию – 40 тысяч тенге. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. 115 стран и 22 международные организации. Каждый представил свой павильон на международной выставке Экспо-2017. Их можно посетить до 10 сентября. Об энергии будущего, как ее видят ученые из разных уголков мира в нашем материале. 115 стран. Их павильоны готовы показать гостям, как будет выглядеть будущее. У каждого своя концепция и идея. Туркменистан, к примеру, для выработки энергии использует все возможные природные ресурсы. Такой подход позволил жителям страны не только обеспечить внутреннюю потребность, но и экспортировать энергию. Вопрос энергобезопасности, стабильности и транзита, конечно, энергоносителя является как стратегическим и глубоко принципиальным. И при этом важнейшим на мере значения пробирает это создание современной, диверсифицированной, многовариантной именно энергетической инфраструктуры. Альтернативные источники энергии и никакого вреда экологии – концепция презентации этой страны. Основной акцент в работе на использование солнечного света и тепла, а также природного газа. В Туркменистане уже реализуют масштабный международный зеленый проект. Сейчас уже наш участок построили. Это Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия газопровод. Это ТАПИ называется. Это большой международный проект. В этом участвует очень много государств и субсидируется, естественно. Особенно интересный здесь появляется. Он по территории Афганистана и Пакистана проходит. Каждый павильон – маленькая история о том, каким видят будущее ученые разных стран. У нас есть энергия, чтобы покорять силы природы одну за другой. Израиль делает ставку на человеческие ресурсы. Именно люди с их неиссякаемой энергией – главный двигатель развития, считают ученые из этой страны. Израиль – маленькая страна, чуть-чуть меньше, чем Казахстан. У нас практически нету никаких ресурсов природных. Самый главный наш ресурс – это человеческий фактор, человеческий ресурс нашей мозги. И поэтому самая наша главная инвестиция – это инвестиция в человеческий фактор, в образование, в воспитание. А вот индийские ученые при помощи зеленой экономики решают главные проблемы своей страны. Три года назад здесь разработали специальную технологию для опреснения воды. На этом стенде наша первая опреснительная установка, ее разработали наши ученые. Процесс превращения соленой воды в пресную происходит за счет использования солнечной энергии, при этом также происходит выработка термальной энергии. Данный механизм конвертирования воды применяется на прибрежных районах страны. В сутки можно получать до 150 литров пресной воды. Свои павильоны открыли и 22 международные организации. Вот уголок, где царит настоящий шанхайский дух. Здесь об истории, организации, взаимосвязи стран и перспективах дальнейшего развития. Особой популярностью пользуются гигантских размеров барабан, олицетворяющий шанхайский дух. Это копия метно-бронзовой скульптуры, установленной в штаб-квартире Шосс в Пекине. Тот, кто прикоснется к барабану, сможет обрести могучую энергию. В каждом павильоне сотни посетителей. Специализированная выставка интересна не только жителям столицы. Специально на экспо приезжают со всех уголков мира. За первые два дня выставку посетили 20 тысяч человек. Пока вот в павильоне Казахстан был, конечно, самый большой павильон, вот понравился. Ну вот сейчас недавно вышли из павильона Японии. Все понравилось, как вот это организовали, построили. Все, организация, все красиво. И Египет нам понравился, очень хорошая организация. Приветливые волонтеры, очень красиво все. Россия, Туркменистан, Узбекистан тоже классно все. В рамках экспо запланировано проведение более трех тысяч культурных мероприятий. Это выставки, концерты и спектакли. В Астану приедут известные всему миру музыкальные коллективы, артисты и вокалисты. Только в программе цирка Дюсалей более 70 выступлений. Кстати, Североказахстанская область тоже покажет свои таланты. Гостям выставки Дни культуры нашего региона пройдут в августе. Для организации культурной части выставки в экспо городке построили несколько объектов. Конгресс-центр у нас получился действительно уникальным объектом не только по архитектуре, но и по содержанию. Также для проведения культурно-массовых мероприятий построен холл «Энергия». Это киноконцертный зал на 1100 мест. Уникальным является амфитеатр. Большая сцена, более 100 метров в ширину, 23 метра в высоту, 30 метров в глубину. Вмещает до 12 тысяч человек. Кстати, после завершения специализированной выставки ни один из объектов пустовать не будет, заверяет Ахмеджан Есимов. Уже поступило больше 20 предложений. Павильон Нур-Алем станет музеем. Появятся новые финансовые образовательные центры, а также свой уголок найдут компании, занимающиеся IT-стартапами и внедрением опыта зеленой экономики. Организация международной выставки обошлась Казахстану в 400 миллиардов тенге. Планируется, что за три месяца экспо посетят 5 миллионов человек. Стоимость билета от 4 до 8 тысяч тенге. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. К другим темам. Одним дают субсидии дважды, другим наоборот, недоплачивают. Этим отличились сотрудники отдела сельского хозяйства района Макжана Жумабаева. Дисциплинарное дело рассмотрели на Совете по этике. Похожие проступки выявили в Мамлюцком, Козлужарском и районе имени Габита Мусрепова. Ольга Файзулина с подробностями. Члены Совета по этике провели анализ правовой статистики. 15 североказахстанцев нарушили этику госслужащих. Кто-то курил в общественных местах, а кто-то сел за руль в нетрезвом виде, за что и были оштрафованы. Четыре госслужащие привлечены к ответственности по части 1 статьи 68 Кодекса за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это Жакупов Ирлан Аким, города Сергеевки, района Шелакына. Даулетов Руссин, руководитель отдела физической культуры и спорта Аиртановского района. Байтаков Кергильде, Аким Александровского сельского округа района Макжана Жумабаева. И Исковов Ренат Аким Семипольского сельского округа района Шелакына. В отношении тех, кто систематически нарушает кодекс этики госслужащих, нужно принимать жёсткие меры, вплоть до увольнения, считает председатель Совета Галым Турсунбаев. На его контроль и активность чиновников в соцсетях за компрометирующие фотографии дисциплинарное наказание получили врачи. Об исполнении отчитался руководитель управления здравоохранения. Затем рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя и главного специалиста отдела сельского хозяйства района Макжана Жумабаева. В прошлом году из-за них животноводы получили дважды субсидии на 13 коров. Бюджет не досчитался более 200 тысяч тенге. А семи хозяйствам, наоборот, не выделили субсидии почти на 2 миллиона тенге. 3 апреля текущего года нами материалы в отношении должностных лиц отдела направлены в антикоррупционную службу для досудебного расследования. По результатам заключения государственного аудита установлена сумма ущерба причинённого государству, которая не превышает порога для возбуждения уголовного дела. Руководитель отдела ПСНИЛ – ошибка произошла из-за его слабого контроля. Коррупционного замысла у него не было. Члены Совета по этике рекомендовали понизить его в должности, а на специалиста наложить взыскание в виде неполного служебного соответствия. Такие нарушения зафиксированы ещё в трёх отделах сельского хозяйства региона. Ольга Файзулина, Жулдус Бекер Муканов, Новости МТРК. Для североказахстанцев снова работает общественная приёмная гражданский контроль. Приём ведётся в областном филиале партии «Нуратан». С какими вопросами можно туда обратиться, расскажет Джон Сулут Астемирова. Полугодовой перерыв и снова к делу. Сегодня с утра в общественной приёмной встречают первых посетителей. О её работе Айдархан Кайрулин узнал в соцсетях. Упускник городского строительно-экономического колледжа сейчас в поисках вакантной должности. Хочет попасть на госслужбу. В общественную приёмную пришёл, чтобы узнать условия. Здесь могут дать ответы и на другие вопросы. Гражданский контроль будет у нас выполнять общественный мониторинг, качество оказания государственных услуг путём устранения административных барьеров, наличие каких-то коррупционных рисков в вопросах оказания государственных услуг методом тайный покупатель. Кроме того, также они будут проводить общественные слушания по вопросу конфликта интересов, то есть аффилированности государственных служащих с их руководителями. Основная часть вопросов – социальные. Среди них – проблемы жилищно-коммунального хозяйства, начисления пособий, земельные отношения, а также деятельность госорганов. В прошлом году от североказахстанцев поступило порядка 130 обращений. Кстати, в 2016-м работу гражданского контроля в нашей области признали лучшей в республике. Тогда её осуществляло молодёжное крыло Жасотан. В 2017-м конкурс выиграло общественное объединение «Молодёжный Маслихат». В этом же году мы планируем также проводить общественный приём граждан по социальным сетям. У нас открыты аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram. Также у нас новинка в этом году – можем будет обращаться через WhatsApp-мессенджер. В общественном проёме каждый день у нас будет сидеть сотрудник, который будет давать разъяснение с 10 до 18.00 с понедельника по пятницу. А в районах у нас же наши представители будут каждую среду принимать. Ещё одним новшеством гражданского контроля станет введение метода «тайный покупатель». Под прицелом общественного объединения 20 госорганов, на работу которых были жалобы от населения. В течение всего лета к ним трижды будут приходить клиенты под прикрытием. А тех, кто не пройдёт проверку, ждёт наказание. Жасулут Астемирова, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Сейчас реклама на МТРК. Через пару минут вернёмся в студию. Не пропустите вторую часть информационной программы. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Вы смотрите новости и мы продолжаем. Стражи порядка в составе информационно-пропагандистской группы посетили село Саумалколя, Эртаусского района. Ко дню казахстанской полиции они организовали там праздничный концерт и провели работу по разъяснению послания президента. Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность. Подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Стражи порядка подготовили концерт в рамках празднования 25-летия казахстанской полиции. Он прошёл в Эртаусском районе. На сцене дети сотрудников областного департамента внутренних дел. Они исполняют патриотические песни и популярные хиты. Главный полицейский области Берег Белялов, открывая работу информационно-пропагандистской группы, отметил, что послание президента страны – третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность – важный документ для всех граждан нашей страны. От каждого из нас зависит полноценное выполнение поставленного главы Господа задать, а значит зависит в будущем Казахстана наших детей. В числе гостей 80-летний Аксакал, глава полицейской династии Шайгузовых – Ярки Нага. Его сыновья и внуки служат в ОВД. Их общий стаж в органах правопорядка больше 90 лет. Хочет и всегда быть, как говорится, в этом, ну, чтобы обо всем знать, об обстановке в деле, в районе, об оперативной обстановке. А еще здесь поощрили ветеранов, лучших сотрудников полиции и жителей района, которые оказывают содействие стражам порядком. Денис Севков, председатель пресс-службы областного департамента внутренних дел. Туганджир и 100 новых лиц Казахстана. В рамках этих республиканских проектов североказахстанцы организовали экспедицию по районам области. В течение пяти дней школьники и их педагоги преодолеют больше 2000 километров, чтобы собрать новую информацию о населенных пунктах, архитектурных памятниках и водоемах Северного Казахстана провожал экспедицию Денис Севков. В парке «Северная звезда» у озера Пестрово оживленно. Здесь собрались учащиеся преподаватели и директора Петропавловских школ. Они провожают экспедицию своих коллег и друзей. В ней 24 человека. Цель нашей поездки – собрать и дополнить информацию о природных объектах, архитектурных и исторических памятниках, взять интервью у людей, которые внесли большой вклад в становление и развитие независимого Казахстана. Экспедицию организовали в рамках республиканских проектов «Туганжер» и «100 новых лиц Казахстана». Ребят вместе с преподавателями разделят на две группы, в каждой по 12 человек. На двух машинах они поедут исследовать не только ближайшие районы, но и дальние уголки нашей области. Например, группа «Кулемкос» с Маиловой за время экспедиции преодолеет больше 1000 километров. Они побывают в Акжарском, Айртауском, Акаинском, Уалихановском, Таиншинском и районе Макжана Жумабаева. Мы намерены остановиться в известных исторических объектах исследовать. Это усадьба Сарамбет, родина Шокану Алиханова, Имантау, Шалкар и так далее. И изучить такие известные промышленные производственные предприятия. Экспедиция продлится пять дней. За это время ее участники соберут информацию о районах, чтобы дополнить историческую хронику области, а также узнать об интересных личностях, живущих далеко от Петропавловска. Денис Севков, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Вместе за безопасность дорожного движения. В Северном Казахстане прошел 26-й слет юных инспекторов. В течение двух дней школьники будут соревноваться в знании ПДД, строевой подготовке и других конкурсах. Победители областного этапа через месяц отправятся на республиканский турнир. На торжественную церемонию открытия побывала и наша съемочная группа. Красивая форма и гордая осанка. Конкурсу юные инспекторы подошли ответственно. Несколько недель повторяли правила дорожного движения, репетировали строевую подготовку. Каждый из этих ребят уже победитель. Все они показали лучшие результаты на городских и районных смотрах. В региональном этапе конкурса участвуют 13 команд из Петропавловска и районов области. Для них подготовили 10 заданий. Проявить себя школьники могут во время осмотра гидбригад. Свет зеленый нам горит, потому что мы, ЮИ, безопасность обеспечим на дорогу всей планеты. Проверяют ребята на знания правил оказания первой медицинской помощи. Команда Кыран представляет Олихановский район. В конкурсе юных инспекторов они участвуют ежегодно. С заданиями справляются с легкостью, один за другим отвечая на вопросы. Очень много ДТП происходит, и каждый человек должен знать правила дорожного движения, чтобы оказать первую помощь, как вести себя на дорогах. Каждый знак должен знать, где можно переходить, пешеход, где нельзя. С начала года с участием подростков в области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. 15 детей получили травмы. Чтобы снизить печальную статистику и сделать дорогу безопаснее, полицейские проводят такие конкурсы. Основная цель, конечно, это проявить навыки детей в безопасности дорожного движения. Победители областного этапа получат кубки, медали и ценные призы. А уже в середине июля они отправятся в Усть-Каменогорск, чтобы защищать честь нашего региона на республиканском конкурсе юных инспекторов движения. Алина Боржанова, Жилызбекер Муканов. Новости МТРК. Это все, о чем я и мои коллеги хотели вам сегодня рассказать. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!